всем привет дорогие друзья всем привет дорогие дефрагеры ваши с вами вузи enter и мы сегодня вам обозри обозреем варкап 172 карта люси энди эту карту ну видимо стрейф я к сожалению это карта вообще не играл я первый раз вижу поэтому наверное я буду делать первый обзор на ней здесь и буду искать проходить первопроходится у нас будет да во первых хочется понять где здесь старт начинается где-то здесь а ну как вы видите есть такая команда cg crosshair color который можно менять цвет прицела потому что на белом белые хреново видно красненькие зелененький поставлю какой там 3 3 желтый вот начнем еще раз со старта как я понимаю около вот как столбка не заканчивается так начинается старт триггер здесь первое предположение можно ли обойти старт сейчас попробуем здесь здесь стенка клип клипом а с другой стороны тоже но я проверю да клип третье положение чё там сзади и можно ух ты там что то есть что то есть но я играл что что это сейчас было так 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 еще раз круто вот так надо стартовать мне кажется потому что у меня скорость здесь но это я немножко спойлер ну наверное это будет старт для vq3 но я так думаю потому что в цепи можно нормальный придем сделать ну ты просто падаешь примерно сразу нас на линию старта там по моему спиджампом немного повыгоднее выходит но это надо тестировать в любом случае я честно говоря не знаю тут между этими прямой не полезет между столбами хочется нет вроде не получится ну ладно так вопрос вот эти столбики они юзабельны нет не юзабельны зачем мне тогда хорошо а с этой стороны и с этой стороны тоже зачем я теряюсь надо отбегать наверное если отсюда и здесь тоже клип хорошо ну пока стандартная дорожка просто прыгаем прыгаем вперед я понимаю ну да ничего необычного в принципе долетел и здесь вот я не знаю тут наверно тоже клип с той стороны ну может быть проверю так интересно как то ли я кое-когда прыгнул то ли там клип на полу так десятки стенка за клипера то есть не побежать ну тут все в клипе да коробка такая из клипа никуда ты не денешься с этой дороги так далее у нас телепорт я понимаю прокрутиться и в него нам наверное выпрыгивать ну кто так делает он сохраняет твою скорость чтобы лишнего не томить пробовать на скорости или летают а то есть это я здесь улетаю или чуть-то старого и если промахиваясь я падаю в эти дырки ямы или что там вроде как-то сложно промахнуться есть ты уже второй раз как минимум хотел славит туда попадаешь ну там вроде как все нормально то есть ничего такого нет же скорости мало да нужно больше скорости ладно сейчас заново начну нужно какой-то скорость в общем я не не супер стрейкер я даже выключу сейчас худы хоть они даже газа когда мне чем я прошлый раз показывал какую-то карту я так здесь у нас очень неудобный подъем потому что не дал как заползаем наверх нужно видимо приземляться здесь ровные стенки здесь скорость в зависимости от того сколько там расстояние сколько скорости 30 дофига но но если здесь много очень прыгать да я не знаю здесь судя потому что нужно до хрена бежать с ним может быть выгоднее да в таком случае надо будет его быстро быстро забирать тут случайно слегка нету есть а я тут прыгаю на нем хорошо а дальше так еще нужно ну хп это ладно это у меня из-за того что я с другой стороны как я понимаю то же самое а здесь нету здесь нету ну как так у меня 17 хп осталось я боюсь что сейчас но я предполагал что что есть с одной стороны он есть это как бы для нубов потому что я видел как прыгали ну как прыгал бот как прыгал зорн и смазон очень даже такой скилловый стрейфер они не юзали последнюю рампу так что в принципе для новичков последняя рампа сликовая как раз таки ну в общем то профессионалы идут по правой стороне новички по левой я но все зависит от того надо ли вообще подбирать эту скорость просто если не надо то да может быть по правой стороне если надо то хотя или долетел потому что притормозил какая карта на большой скорости на перепрыгивается на вот-вот поэтому кабанов в принципе не юзабельно если только вот так вот да а да тут нужно прям не знаю могу скоро стереть 21 да давал бы где-нибудь что ли чтобы за мной начинать я тут ни разу не играл на этой карте на меня даже пройти не могло потому что хп не хватает ну так да по хркору че тут намучено а тут как то да здесь 4 пушка да что так фу хоть здесь телефон сделал а здесь кстати нельзя туда прыгнуть наверняка здесь тоже квит ну да тут клипы везде в избежание таких случаях так я тут смогу вообще залезть без ну кнопкой в бок там можно да да ну че то как то это долго и медленно все такое как здесь в окутри люди заходили хотя тоже наверно скорость набирать ну в окутри тут тоже нормально в принципе ну че норм обычная наклонная эти бережь и особо не мешают если ты на скорости прыгаешь я не могу допрыгнуть так ладно заново придется начинать потому что видимо тут нужно мучиться чтобы пройти ну скорости побольше да надо наверно не надо все таки подбирать из за того что там слик и он дает очень много скорости ну это тут на очень много скорости и 42 и 6 у нас enter поставим это топ ты шестой будешь по таблице ну хоть как-то добежал до финиша да давайте показывать дорожки ну насчет дорожек даже не знаю в принципе сказал уже что по левой стороне будет для новичков а по правой будет для прочков а здесь можно кстати вот наверх не вниз прыгать а в смысле где ну не вперед а вот завернуть в бок а вот да вот эту бортику да ну че он че не даст нет ну спейсинг максимум изменит там получается у него какого-нибудь тут оба есть нет оба нет ну не знаю тут надо главная проблема тут это спейсинг потому что все перелетаются да надо долго-долго наверно мучить и находить свою игру здесь ну так либо просто много-много-много скорости чтобы не знаю просто все пропрыгивать ну да мы примерно высчитывали на сервере и там около 1900 надо виз небезызвестный ботик ага делал без сликовой рампы последний ага и по-моему он как раз вот 1900-1800 набирал но это очень тяжело то есть это совсем не для простых смертных так скажем то есть если в общем-то со сликом дорожка понятна без слика она весьма сложна я думаю может быть увидим то есть 1600 ты вылетаешь с того слика сейчас ну у меня не получится ну падаешь примерно вот ну сюда либо сюда по-моему и отсюда просто начинается жесткач потому что надо постоянно набирать скорость а там скорость ну а вот здесь справа или слева разница есть? да нет кажется это тут симметрично? да да ну да ты сейчас уже не долетишь наверно ну что-то типа ну там очень жестко это все получается поэтому ну стрельф такой тут не знаю возможно новичкам будет как-то в опыт удариться это все возможно что-то как-то как-то будут выжимать все соки то есть знаешь обычно можно карту просто взять и пройти ну даже вот тестом да просто попрыгать там с первого раза пройти и все а тут такого не удастся в принципе по-моему надо будет играть 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 и за счет этого в принципе наверное мы таймы посмотрим хорошие и демок не будет тестовых как это обычно бывает не 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 прыжок а тут даблджамп 9хп все хорошо ну значит такая карта в принципе небо прикольное судя по дизайну неплохо сделано единственное мне кажется очень резкий контраст белого черного но может так и надо вот ну текстурки ярковаты да режет немножко глаз так что маппер исправляйся братан так в принципе неплохо ну старт прикольно для выкутье можно ну что быть и в цепи и даже перелета ты на какой высоте не начинаешь 20 5 подач упадешь а низко примерно я понял я подумал насчет того что быстро ну тут стартовые 400 тут не успеешь но вот на эти падики на маленькие нельзя запрыгнуть там вперед если пробежать вперед на вот подпадики видишь они не дальше дальше вот стенка на эту стенку а зачем а чтобы с нее потом назад по этим столбикам я понимаю что нет но ну да так с этим медленнее получается и это не хватит и в общем я просто пытаюсь где-нибудь срезать точно вот тут точно нигде лишь единственное вот тут везде между столбами клип и вот тут вот его только нет то есть чтобы здесь ну в цпм 3 срезать можно вот этот угол и все все сновки даже потолок предусмотрено в принципе все вроде бы немножко жаль но ладно а здесь если у тебя много скорости не получится прыгать по этим столбиком по маленьким чтобы потом по списке совпадал нет но там перед первым телепортом там по бокам есть столбики всякие торчащие там просто я не знаю если у тебя много скорости или мало скорости что вот отсюда кстати не знаю может быть увидим в демках просто все от песенка зависит если ты своим своим крутым стрейфом перепрыгиваешь это яма постоянно яма падаешь и тебе приходится тормозить то может быть этот столбик поможет тебе не тормозить хотя вроде так нормально да вроде как нормально хорошо ну чё давай демки смотреть да давай ну такая карта стрейф стрейф как обычно про него особо ты ничего не скажешь вакап 172 так выку три всего 3 дельки до 3 это у нас кет корж и винта 3 на третьем месте нас корж причем разница у них буквально до туда кстати вот это интересно то есть выку три получается вариаций я особо особенно да и нету или что-то взял да посмотрим ладно третье место корж беларуси play микрофон берется это да 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 по спейсингу вроде неплохо ну то сам на краешек здесь попал стрейф тоже хороший или крышка вау как высоко подлетел много скорости по ним проходил по левой стороне ну я думаю немногие заметят что на одной из сторон слика нет зацепился немножко и подпрыгнул мне кажется с другой стороны если проходила и зал слик было бы чуть-чуть получше там даже стены в принципе закругленные я так понимаю для выпку три так что сейчас посмотрим может это я просто себе представляю что так круче так посмотрим следующий кет 46 быстрее на 01 play всего кстати да на 120 быстрее это очень странно мне кажется потому что кет должен быть на голову выше по стрейфу у него очень хорошие фрейм и джампы на поворотах тоже справа проходил кстати а там на слике можно прыгать или нет можно можно обычный слик он тоже на краешек прыгал ну ладно это онлайн в р кет сделал получается однополченец enter а он же winter перебил кета на целых четыре Мы посмотрим. Плей. Топ-1. Поздравляем. Красава. Где-то, значит, джампинг-то срезал. Ага, сделал. Без телепорта. Без телепорта может быть тебе выгоднее. Спорные вопросы-то, на самом деле. Ну, начало вроде бы побыстрее, да? Да вроде так же, я не вижу просто больших. Тоже проходил по правой. Я не знаю, сколько это лучше, он головой там немножко себя. Вертикальная скорость я добавил. Вау, слева! Вот, я же говорил, слева может быть ближе. Ой, как быстрее. Ну да, вот оказывается, что быстрее. Видимо, Кет упустил это, извини. Ну, не точно известно. Там, видимо, спейсинг может быть немножко другой. Ну там получается, ну да. В принципе, спейсинг немного другой. Ты, получается, делаешь как минус-джамп реальным. То есть, ну да, да, в принципе-то. Мне очень хочется в Аку-3 попробовать с левой дорожкой. То есть, если после рампы. И если прыгать после первого слика сразу на второй. Это не даст ли плюса случайно? Потому что все почему-то прыгали на краешек рампы, врезали стенку и потом пытались пробирать. Ну, они прыгали по стороне, где нет слика. Да. Возможно, если бы обнаружили слик по другой стороне, то были бы... Я не знаю. Может, это про я говорю. Может, это просто я себе представляю. Не-не, мне кажется, все-таки со сликом побыстрее будет. Ну, ладно. Они же там еще об стену потом тормозили. То есть, они на краешек прыгали и потом об стену врезались. А со сликом там все равно меньше теряешь. То есть, там со сликом, возможно, 1500 можно вообще вылетать. Ну, спорный вопрос. Да, спорный. Ну, мы не мы топ-1, но давайте поделать. Да. Так, следующее. Не мы, вот мы и бесимся. Люси Энди. Так, топ. Раз, два, три, четыре, пять. Топ-5. Где Дмитрий Россия? Урай. Урай. Да. Молодец. 41.416. Плей. Учимся считать с Энтером. Новая рубрика. Qu1. Привет, Qu1. Оу, как он зигзаги начинал. Только право... Слушай, ты знаешь, что оказывается Дмитрий, ты в курсе то, что есть кнопочки вправо, точнее кнопка вперед? А, он что-то писал, кстати. В комментариях он, по-моему, писал, что я, говорит, пройду карту без кнопки вперед, прикинь? Я сейчас вспомню. Не, ну я тоже могу пройти без кнопки вперед, как бы. Но это же последнее место, получается. Ну ладно. Ну зато как смотрится. А ты помнишь, что в истории такой момент, когда копчик на какой-то там прямой карте, он туда-сюда бегал, там стрейф какой-то был? Он туда-сюда бегал, 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 в итоге там за минуту отправил, когда рекорд 12 секунд. Что-то такое было. Но где-то, я не помню, это Extend ты должен помнить, по-моему, или Zerg. Ну, по возможности можно это знать. Итак, дальше. Заяц, Латвия. 41, быстрее на секунду. Сейчас посмотрим. Play. Заяц уже втрую демку, кстати, шлёт на варкап. Очень приятно, видимо. Ну, подтягиваются. Новые лиги. Будем следить за его скилом. Нападем. Движение резкие, в принципе, даже чёткие, я бы сказал. Попадает. Да, да, да. Без лишнего. Вот он по левой стороне. Не очень хорошо сликунил получился, но зато и вот здесь вот притормозил сильно. С 1500 до 1000, но потом вроде получилось с неё допрыгать до хейниша. Ч500 всё равно по прыжку на пад не получится, потому что я видел, как это делает Виз, и он попадал, грубо говоря, на краешки. Поэтому это не знаю, это очень сложно. Хорошо, следующая демка 38.9. Вышло 40 секунд. Мякий пульс. Ну, посмотрим. Play. Мякий пульс. Мякий пульс. Тоже без телепорта. Ну, то есть, Дмитрий классно, кстати, смотрится. То, что чисто боковыми. Он даже, он чётко ими делал таковы. Не просто халявно, а реально, мне кажется, он старался. Не выпадал даже из цигаза. Но мякий пульс. Он как-то по стенку сильно затормозил. И вот здесь вот сейчас ещё выморкнулся в холм. Мякий пульс. Тебе совет на будущее. Слик можно использовать так же только боковыми кнопками. Это получается в большинстве случаев даже выгоднее, чем делал ты. И удобнее, в принципе. Только А или только Д. Да. Ну, там АД сменять. Ну, сменять АД. То есть, как в других демках. А, да-да. Ну, мякий пульс, попробуй. Сразу перебьёшь, и я тебе говорю, вот сделаю штаб-1 на карте. Ну, по крайней мере, из тех, кто присылал демки. Потому что нам быстрее чем 33 сделай. Нет, из тех, кто демки присылал. Ну, Торнет 33.9. А, мне... А, да-да, я не туда смотрю. Нет, быстрее чем 33.9 не сделай. Ну, 35, я думаю, сделай. Потому что он, если он не врежется в стену, и потом ещё лучше скорость наберёт. Он, ну, я думаю, сделает. Ну, да. Для себя приятные открытия. Хорошо, следующее. Топ-2. С, И, 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 И. Чувак, кстати, русский этот, он писал нам в комментарии. А написано и сам, но он русский? Да, он живет в Америке и учится, учится играть. Надо чуть порезче, вот он сейчас очень медленно переводит мышку. И он видимо не знал, что там слик. Но тем не менее, он даже не использовал слик и тем не менее он перебил тех, кто использовал слик. То есть, ну, можно сделать лучше, что он, допустим, по скиблу-то он посильнее будет, чем тот же мякипус, допустим. Потому что слик это очень большое преимущество, которое не помешало сликс и е выйти на топ-2. Итак, следующая карта, ой, демка от Торнера. За 33.9 быстрее уже на 5, сколько, 4 секунды получается? Да, 4 секунды. Клей, сейчас посмотрим, как надо было делать. Да, сейчас батя покажет, как надо. Какой-то у меня старт был, не совсем. Ну, да. Ну, старт очень хорош. Сразу видно, качество сразу видно, опыт. Скорости маловато кажется набрал. Здесь у него 1600. Ну вот, дабл джамп. Дабл джамп, потому он резко притормозил. Очень резко. Прям, у меня ощущение, что если не тормозить, можно какого-то сделать. Сделать... Что? Ну, ты вот раз, допустим, пад пролетишь, два пролетишь, потом ты все равно упадешь в нужность скорости. Это мало. Я имею в виду то, что делаешь сейв босс на большой скорости и пытаешься хоть как-нибудь пройти. Но не получается, то на последнем паде, до которого ты хоть как-то долетаешь, там уже пытаешься притормозить. Ну, я не знаю, может быть, в сторону я так и делал. Ну, может быть, да. А может быть, я и не думал об этом, но... Будем смотреть дэмпу помедленно или нет? Да нет, наверное, что смотреть. Стрэй хорошо. Стрэй есть стрэй. Ну, не в обиду Торнера. Да, да, да. Прошел хорошо и заслуженно топ-1 варкапа под номером 172. Так, сейчас я переключу на браузер. Вот он браузер. Вот она, вот она, результаты. Приходил в варкап с 15 по 22 апреля. Да. И... И... Ну да, сейчас начался новый варкап. На карте ДФЦ 2016 раунд 5. Очень странно прошло. Ну ладно. Ну это, сразу скажу, это не ДФВЦ. Ага. Это просто какая-то... Очень многие там начинают размещаться, что я пропустил! Где ДФВЦ? Где первый раунд? Там все такое. Это Индер, в общем, побаловался и выпустил... Карта с таки на зоне. Да. И с таким. И пятый, и четвертый, и третий. Первый у него там есть. Ну все вот. Хорошо. Короче, он троллит ДФРАГ комьюнити, за что ему отдельный мне привет. Опять у меня микрофон падает. Говори, когда меня плохо слышно. Ну ладно. Вот. Ну что ж. Присылайте демки, будем ждать. Что сказать. Ну да. И старайтесь лучше. Да. Старайтесь, старайтесь, ну, себя перебить. То есть, как можно лучше. Таким образом и нарабатывается скил. Вот. Ждем ваших демок на следующей карте. Всем удачи. Так, заходите на сервера. Да. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.